Дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, Задыняк Артём, и буквально пару дней назад у нас вышел новый снапшот Майнкрафта 23w31a. Данный снапшот посвящен новой версии Майнкрафта 1.20.2, и здесь добавили действительно много чего интересного. Поэтому досматривайте данный видеоролик до конца, чтобы узнать о всех обновлениях Майнкрафта, и также чтобы знать все новые фишки, которые добавили в данном Майнкрафте, точнее снапшоте 23w31a. Но мы уже переходим к нашему обзору. Поехали! Играешь в игры, но у тебя не хватает денег? Заходи на daynecogames.net. Всего за 19 рублей ты сможешь получить лицензию Майнкрафта. Только у нас большой ассортимент. Низкие цены, доставка 24 на 7. И все это на daynecogames.net. Ссылка в описании. Также мы ежедневно раздаем ключи Steam в группе ВК. Итак, друзья, будем переходить к нашему обзору. Все давайте делать по порядку, поэтому начнем с самого первого обновления. Это вагонетки. Что здесь добавилось? Теперь, когда мы садимся в вагонетку, как вы можете заметить, мы садимся ниже в данной вагонетке. То есть, как вы можете заметить, это выглядит вот так вот на F5. Как вы помните, раньше на старых версиях Майнкрафта 1.19 и ниже, на всех других версиях, мы сидели немножко выше. А теперь мы сидим почти прям на полу данной вагонетки, если можно так сказать. И наши ноги вот так вот вылазят. Ну, если не ошибаюсь, на предыдущих версиях Майнкрафта тоже вроде ноги из вагонетки вылазили. Но теперь мы сидим намного ниже. Вы это можете даже заметить от первого лица. Теперь у нас почти наполовину данная вагонетка в Майнкрафте. И давайте, допустим, я вам продемонстрирую, как это будет выглядеть, если мы, допустим, будем ехать. Беру я, получается, рельсы. Так, рельсы. Отлично. И давайте теперь мы немножко проедем на данной вагонетке и посмотрим, как это будет выглядеть. Выглядит это все вот таким вот, дорогие друзья, образом. И теперь на новой версии Майнкрафта 1.20.2 мы будем ехать именно таким образом. Идем дальше. Теперь, если мы нажимаем на shift, то есть, видите, я сейчас сижу на сухте. В принципе, все честно. И если я буду пытаться сесть в вагонетку или в лодку, у меня не получится это сделать. Вот, я сейчас нажимаю и, как бы, у меня это не получается. Да, это такое мини-обновление в Майнкрафте. Ну, в принципе, прикольное. Но, в принципе, и не прикольное. Ну, короче, типа того. Идем дальше. Дальше у нас добавили барьер. Точнее, не сам барьер. Типа, вы сейчас спросите, Артем, в смысле добавили барьер, если он уже у нас давно в Майнкрафте? Нет, теперь мы в барьер можем наливать воду. Да, как бы это странно ни звучало, берем ведро воды и берем барьер в Майнкрафте. Вот, видите, обычный барьер, он выдается командой give свой ник Minecraft Barrier. Вот таким вот образом. И вы получаете невидимый блок. И теперь мы в этот невидимый блок можем наливать воду. Вот таким вот, дорогие друзья, образом. И выглядит это, ну, как бы, странно на самом деле. Потому что вода у нас не разливается. Но это можно делать только в креативе, получив барьер. Не знаю, зачем добавили Mojang к эту фишку. В принципе, бессмысленная. Но раз добавили, то пусть будет. Почему бы и нет. Можно что-то делать. Допустим, я думаю, она будет полезна тем, кто строит какие-то карты и так далее. Дальше у нас добавили больше алмазов на нижней высоте Майнкрафта. Точнее, на минусовой высоте. Теперь у нас больше шансов найти алмазы в Deep Slate Biome. Точнее, на нижних высотах шахты в Майнкрафте. Я не знаю, почему раньше этого не сделали. Но теперь, чем ниже мы копаемся, тем больше алмазов мы будем находить. В принципе, прикольно. Но не очень на самом деле. Потому что и так в Deep Slate Biome очень много алмазов находится. Даже без этого обновления. И у нас есть свой сервер в Майнкрафте с подписчиками. И там почти у всех есть 9 стаков алмазов. И это буквально за месяц выживания. Потому что делается это на самом деле легко. Просто спустился в шахту, нашел алмазы и выходишь сразу с большим количеством алмазов. А тем более, если у вас есть кирка на удачу 3, тогда это вообще просто имба. Окей, переходим дальше. Фиксонули баг в Майнкрафте с тем, что когда, допустим, у вас находились рядом возле скалка или черепахи или верблюда, тогда звуки, которые издавали данные мобы, черепахи и верблюды, как бы не записывались скалком, если можно так сказать. То есть скалк никак вообще не реагировал на это. Теперь это все фиксонули и теперь, если, допустим, ваши черепахи будут двигаться или если будут двигаться верблюда, тогда скалк будет улавливать, собственно, их движение. Давайте мы это сейчас и проверим. Вот я их сейчас бью. Они у нас двигаются. Но сейчас почему-то он не активно двигается у нас, верблюд. Но, в общем, дорогие друзья, теперь наш скалк улавливает движение черепах и верблюдов. На предыдущих версиях такого не было. Такой баг у нас был странный, но он все-таки был. Стоит отметить то, что Mojang фиксанули данную штуку. Кстати, дорогие друзья, большое количество еще обновлений я вам, к сожалению, не покажу, потому что это такие маленькие обновления, которые касаются разных багов, которые касаются каких-то новых команд и так дальше. Добавили новую команду random. Я не знаю, что она делает на самом деле. Random Value. И мы можем что-то сделать, не знаю что. Давайте сейчас запомню данные координаты и попробую прописать команду Random Value. И, допустим, не знаю, тысячу. Не может быть больше двух. Ну, давайте два, один. Что-то непонятно на самом деле. Если вы знаете, что делает данная команда, тогда напишите в комментариях. Но, также в описании я оставлю вам ссылку на статью Майнкрафта, где описано то, что они добавили, что они убрали, какие баги они фиксанули и так далее. На данном снапшоте Майнкрафта 23W31A. Переходим к жителям. Потому что с жителями связано много чего интересного. Это, так сказать, даже обновление связано с жителями более. Это такое дополнительное обновление. А это уже прям дополнение снапшота 23W31A. То, что, возможно, будет добавлено в Майнкрафте 1.20.2. Но это, можно так сказать, экспериментальные функции. Это еще непонятно. Добавят они это, не добавят. Я хочу сейчас убить этих мобов, чтобы они мне не мешали. Потому что, друзья... Потому что, друзья, от них звука очень много и они мне очень сильно мешают. Поэтому я это все сломаю и их убью. Итак, что связано с обычными жителями. Если, допустим, ваш житель будет заражен зомби, тогда вы его сможете вылечить всего лишь один раз. Как на предыдущих версиях, бесконечно лечить жителей и получать огромные скидки у них у вас не получится. Теперь всего лишь один житель и один раз вы его можете вылечить. На второй уже не получится. И скидки вы можете получать всего лишь один раз. Также у нас обновилась механика данных жителей. Вообще всех жителей в Майнкрафте. Если вы хотите получить определенные книги, тогда вам надо искать определенный биом. Потому что определенные жители с определенными книгами спавятся в определенных биомах. Да, получилась вот такая вот тавтология, но, собственно, это правда, друзья. Теперь, чтобы, допустим, нам найти книгу на эффективность 3... Давайте мы выключим сначала музыку в Майнкрафте. Чтобы нам найти книгу на эффективность 3, нам надо специально призвать жителя в пустыне, библиотекаря в пустыне. Если вы хотите, допустим, найти прочность 2, книгу прочность 2, чтобы наложить ее, там, не знаю, на кирку, на меч, еще куда-то, тогда вам надо будет найти биом джунгли и там призывать библиотекаря. Дальше, чтобы найти защиту 3, вам надо призвать жителя на равнине. Дальше, острата 3 это саванна, шелковое касание в снежном биоме, что довольно-таки сложно будет, если вы хотите призвать жителя и получить шелковое касание. Вам надо будет искать или деревню в снежном биоме, или же вам надо будет туда переносить своих жителей и уже давать ему профессию библиотекаря. Ну и также тяжело это будет делать с болотом, потому что, если я не ошибаюсь, в болотах вообще нету деревни, и вам надо будет туда переносить своего жителя, чтобы получить починку. Или переносить, или перевозить с помощью ада, или еще каким-либо другим образом. И также, чтобы найти вам книгу на удачу 2, вам надо будет пойти в тайгу и найти там или деревню, или же, друзья, вам надо будет туда таким же образом перевозить жителей. Давайте мы поставим тем временем Time Set Day, и у меня, кстати, мой, получается, путешественник что-то творит непонятное, мой житель-путешественник, или как он называется, я точно не помню, он у нас называется Странствующий Торговец, точнее. Да, дорогие друзья. Ну и также у нас есть другие книги, допустим, Огнеупорность, ШП и Бесконечность у нас тоже в пустыне, в джунглях у нас еще Невесомость, Защита от Снарядов, Сила, Дальше у нас в Равнении идет Откидывание Небесной Кары Бич Ленистоногих, Дальше у нас в Саванне идет еще Отдача, Проклятие Несъемности, я не знаю вообще, кто пользуется Проклятием Несъемности, в принципе, бессмысленная книга, бессмысленное зачарование в Майнкрафте, но если кто-то им пользуется, обязательно пишите об этом в комментариях, мне будет интересно узнать, кто вообще, как бы, реально накладывает вот эти вот чары на свои какие-то инструменты. Также у нас есть Розящий Клинок, Дальше у нас в Снежном Биоме Подводник, Добыча Ледоход, В Болоте у нас Подводная Ходьба, Подводное Дыхание, Проклятие Утраты, и в Таге у нас Взрывоустойчивость, Заговор Огня и Воспламенение, друзья. На самом деле интересная штука, потому что у нас, снова же говорю, есть свой сервер с подписчиками, и мы можем просто, как бы, торговать с жителями даже с помощью мода, и это, на самом деле, неинтересно, потому что одинаковые жители, они могут быть в любом биоме, допустим, в пустынном биоме, и торговать различными книгами бесконечно, то есть им можно просто снимать, соответственно, профессию, добавлять снова профессию, и вот таким вот образом фармить большое количество книг. Но теперь это все фиксанули, потому что в определенном биоме спаунятся определенные жители с определенными книгами. Очень-очень круто. Идем дальше. Это последняя наша фишка на сегодня в новом Майнкрафте 23w31a, это странствующий торговец. Теперь, дорогие друзья, мы можем с ним торговать, и не только торговать, мы можем у него покупать изумруды и покупать другие ресурсы. Теперь количество ресурсов, которые он продает и которые он покупает, увеличено. Теперь в каждом странствующем торговце есть два первых пункта. Это то, что он у нас покупает, и за, соответственно, изумруды. И также внизу у нас есть огромное количество ресурсов, которые он продает. Но теперь мы можем с ним торговаться всего лишь один раз. Допустим, я хочу у него сейчас купить изумруд и продать ему бутылочку воды. Мы делаем вот таким вот образом, кладем сюда бутылочку воды и типа получаем изумруд. Все, больше мы с ним торговаться не можем. Всего лишь один раз поторговали, все, отлично. У нас один изумруд есть, и мы этот один изумруд можем потратить, допустим, на дубовое бревно. Конечно, я с ним торговаться больше не мог, потому что, друзья, я нахожусь в креативе, поэтому мне это и получилось сделать. И самое, что интересно, теперь все вот эти вот предметы он у нас может покупать. Он у нас может покупать бутылочку воды, может покупать ведро молока, картошку, чтобы паять себе, мариновый на паучий глаз, или же снопси на ведро воды и так далее. Что касается продажи, он нам может продавать теперь любых 8 бревен. Теперь у нас почти каждый странствующий торговец будет торговать, получается, бревнами, любыми бревнами. Это могут быть как дубовое, тропическое, вишневое и так далее. Также с небольшим шансом, ну как с небольшим, вроде, если я не ошибаюсь, 20% шанса, то что вам попадется странствующий торговец, который будет продавать зелье невидимости. Если не ошибаюсь, или 8 изумрудов, или что-то типа того. И также у нас есть железная кирка на какой-то чар определенный. Опять же, странствующий торговец вам будет продавать данную кирку за 16 изумрудов. Давайте посмотрим, здесь есть у нас кирка, нет, кирки у нас нету. Давайте заспауним еще одного странствующего торговца. Здесь у нас нету, и как вы можете заметить, кстати, вот, он у нас покупает маринованный паучий глаз, и мы получаем за это 3 изумруда. Но здесь, как вы можете заметить, нету у нас кирки. Так, здесь кирки у нас тоже нету, и здесь кирки нету. Ну, мне бы хотя бы одного жителя с киркой, чтобы вам показать. Кстати, вот вы можете заметить, вот у вас бревна, дорогие друзья. То есть он вам продает различные бревна. Вишневое там дерево, тропическое дерево. Ну и, конечно, он вам продает различные другие ништяки. Но, как вы можете заметить, теперь количество того, что он вам продает, увеличилось. И вот вы можете заметить, в зеленую видимость он продает все-таки не за 8 изумрудов, а за 5 изумрудов. Ну и, если что, вы можете что-то интересное себе здесь приобрести у него. Потому что количество товара увеличилось в новом снапшоте Майнкрафта 23w31a. Так, здесь я кирки не вижу. А где же наши кирка, друзья? Что, вообще ни одного, а вот, как вы можете заметить, у нас появился странствующий торговец, который нам продает кирку железную на эффективность 2 за 19 изумрудов. Конечно, это дорого, но, возможно, у кого-то большое количество изумрудов, и вам некуда девать, соответственно, изумруды, и вы можете подруговаться с странствующим торговцем в Майнкрафте. Ну, вот такое вот у нас интересное обновление. Я надеюсь, оно вам понравилось. А если это так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, если вы этого не сделали. Ну, а с вами был я, Задыни и Куртюм. Всем удачи, всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok